Возлюбленные о Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе, досточтимые отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры, Рождество Христово – великий и радостный праздник. Для всех христиан важные и спасительные события для всей Вселенной. В Создателе Земли и Неба воплотился, стал человеком, который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. По безмерной любви Он пришел к нам, чтобы стать искупителем всего человечества, исцелить нашу падшую природу, даровать каждому человеку возможность восстановить утраченный образ Божий и достигнуть богоподобия. Все это Христос Спаситель совершил своим боговоплощением, святой жизнью и, как новый Адам, исполнением воли Божией, присмирил себя, быв послушным, даже до смерти, и смерти крестной. Своими страданиями и славным воскресением Господь восстановил утраченную людьми сыновнюю связь с Богом. Нам необходимо помнить, что спасение зависит не только от Бога, но и от свободного произволения и выбора самого человека. Вот почему со времени Рождества Христова далеко не все откликнулись на любовь Божию, явленную пришествием в мир Сына Божия. Тогда, во время рождения Христа в Вифлееме, мир спал, и только пастухи, бодрствовавшие ночью, и волхвы, пришедшие из далекой страны, водимые чудесной звездой, сподобились поклониться Христу. Так и сейчас многие люди находятся в состоянии духовного сна. Причина этого – безразличие к вопросам веры и спасения души. Нравственное падение губит человека, лишает его полноты и радости жизни здесь, на земле и в вечности. Господь обращает к нам свою любовь и ждет нашей ответной деятельной любви к Нему. Поистине, жертвенном проявлении любви к Родине и народу стал подвиг наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны, 70-летием победы, в которой ознаменовано наступающее лето благости Господней. В предстоящий праздник мы будем честовать ветеранов, молиться о всех, кто героически положил на поле брани свою жизнь ради спасения Отечества, кто потрудился ради Великой Победы. Каждый на своем месте. Этот день для всех нас не только радость, но и молитвенная память о тех, кто ценой своей жизни эту победу завоевал. Обратим наши молитвы к Богу, чтобы в Новом году Господь даровал нам мир и благоденствие, своей неоскудевающей благодатью укрепил наше единство святой православной вере в истине и любви. Молитвами Богородицы добудут эти блага нашим достоянием, восклицая святитель Серафим, архиепископ Богучарский, 70-летие и блаженные кончины которого отмечает Православная Церковь в 2020 году. Пусть благодать Святого Духа, полученная и получаемая нами в таинствах Святой Церкви, воссияет в нас и своим Божественным Светом, уничтожает всякую тьму грехов, страстей и пороков наших, и помогает нам ревностно исполнять Божественные заповеди, без которых нет истинной веры, истинной христианской жизни и спасения. В светлый праздник Рождества Христова с верой и любовью припадем к Богомладенцу и в избытке благоговейного и благодарного чувства прославим Его явлению мир. Христос рождается – славите! Христос с небес – встречайте Его! Христос на земли – возноситесь! Пойте Господеве вся земля и весельем воспойте люди, яко прославися! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова